Насколько я понимаю, здесь собрались, ну, по крайней мере, в основном, те, кто желал бы познакомиться с основами христианской веры. Кажется, так я понимаю. Конечно, наша школа является ничем иным, как продолжением тех европейских школ, которые из простой проповеди Евангелия и апостола наделали десятки дисциплин. Недаром один поэт хорошо писал. Или вот, это Гёте, или вот живой предмет, чтобы изучить, учёный прежде душу изгоняет. Затем предмет на части расчленяет и видит их. Как? Да поздно! Души уже там давным-давно нет! Так вот, и у нас в истории произошло... У нас школа очень поздно возникла. Наша вот эта первая школа – это в конце XVII века, в 1685 году. На Западе уже в XIX веке были университеты. И там расчленили богословие, а они очень хорошо, по-латыни очень хорошо звучат – теология. И благо, что никто не понимает, что такое теология. И расчленили на множество всяких деталей и ветвей. Теология – ну, теос – хорошо, ладно, или феос – это Бог. А что такое вторая половина слова? Логия – логос. Греческое слово, которое имеет порядка ста значений. Ста значений! Первым из них является слово. Но это только просто первое. И, кстати, у нас, когда переводили Евангелие, то и написали в Евангелие от Иоанна, но с чего начинается? В начале было слово – энархи ин о логос. Слово! И все ничего не поверили, как было слово, какое слово! Действительно, конечно, было бы, наверное, понятнее для всех, если перевели в начале, ну, что там, какое взятие значения логоса? Знание, смысл, если хотите, разум, рассудок. Даже можно было бы сказать так, что в начале был разум. Потому что, если мы обратимся к истории, философии древнего мира, то очень многие приходили к чему? Не могло же произойти это изобилие, эта красота, которую Пифагор назвал «космос», то есть красота, этот порядок, эта закономерность произойти просто так из ничего. Поразительный разум дал начало бытию всего этого. Так что, можно было бы сказать, в начале был разум. Это было бы тоже точно. Но взяли просто первое значение. В начале был логос, и никто не понимает, то есть, ну, все, кто не знаком, читают Евангелие от Иоанна, ничего не понимают. В начале было слово. Какое слово? Чье слово? Кому слово? От кого слово? В начале был высший разум, а дальше уже и объясняется, кто это такой же, кто это за разум, который был в начале, будучи безначальным. Так вот, богословие, которое всё есть в Евангелии, и на основании которого затем стали строиться целый ряд всевозможных, всевозможных взглядов, разбили на десятки, наверное, не десятки, сотни различных направлений, и все не являются богословскими. В результате, вы знаете, с одной стороны, кажется, хорошо, знать нужно. Но что? Вы знаете, когда две дороги, ну, я или туда, или сюда, всё понятно. А если сто дорог, куда идти, когда я заблудился? Не знаю, куда идти. Действительно, изумлённые народы не знают, что начать. Вот такое дело случилось и с богословием. Действительно, или вот живой предмет, желая изучить, учёный, прежде, душу изгоняет, затем его на части расчленяет, и смотрит их, да поздно! Живая их связь исчезла, унеслась. К чему я говорю? Что очень часто, изучая вот эти всё отдельные направления, очень часто человек теряет душу. Вот то есть, знаете, что? Те, это самое главное. Душа – это горение, душа – это огонь, душа – это искание, душа – это стремление к Богу. Вся суть христианства, если попытаться это выразить в очень кратких словах, вся она состоит в чём? В том, что называется верой. Но какой веры? Совсем не той, во что превратили эти люди, разбив всё богословие на десятки и сотни направлений? Совсем нет! Я вам расскажу один случай, без случаев нельзя же, правда. Считаю лекцию в университете, столько студентов, спрашивают, а что это такое вера? Я говорю, что такое вера? Ох, вы меня простите! Я как завоплю пожар! Все вздрогнули, сидят, смотрят на меня. Я говорю, что? Не поверили, поэтому остались на месте. А если бы поверили, сейчас бы все окна вылетели и двери. Вера – это жизнь, вера – это движение, а не представление умом. Кто-то там есть, какой-то бог, где он? В созвездии Альфа Центавры, а может быть, другой, в какой-то галактике живёт. И всё! Что это такое? Принципиальное различие веры в православие и веры, я бы сказал, прямо западные. Запад – это умопредставление на Западе. Кто-то есть, какими свойствами обладает, что он сделал? Я здесь, а это он всё сделал. Что-то он послал, каких-то проповедников, что-то сказал, но я тут, а это он. Православие? Нет! Говорит, вера – это значит убеждение в том, что вот сейчас, вот здесь, вот теперь, вот оно есть. Представьте себе, если бы Христос вошёл бы сюда, что бы мы сделали? для того, кто бы поверил. Кстати, приходится об этом напоминать ни разу, ни раз, сколько раз литургия идёт, идёт пение «Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим и молимся!» В это время происходит приложение святых дров. не хлеб и вино уже там на престоле, а Христос! И посмотришь, верующие люди стоят, такие хорошие свечечки, что заплакать можно вместо земного поклона. Какая беда! Какое незнание или непонимание! Просто даже и представить трудно! Уже и молимся, Боже наш! Христос – это сейчас уже! Земной поплон нужен! И вдруг православные христиане стоят, как столбики! Правда, потом пытаются возместить это, когда святая святым, и опять не понимая, святая святым – это голос предупреждения! Учтите, кто хочет сегодня приступить к причащению! Святая – это святыня! Тем, кто очистился покаянием, учтите! Учтите! Святая – только святым! Иначе это огонь, который может попалить вас! Так вот, вера в православие – это не мёртвое знание! Или, как говорил Феофан Затворник, это не умовое знание! Потому что умом я могу знать самые различные вещи! И прекрасные, и безобразные, и высокие, и самые мерзкие, да всё, что угодно! Нет, нет! Не это вера! Если бы это была вера, тогда бы ни одного демона не осталось бы уже! А они говорят, что мы не веруем, а знаем, что есть Бог, и остаются бесами! Это очень важно понять! Я сейчас скажу, почему! Это очень важно! Западная вера – это умопредставление, ещё раз повторяю, это теоретическое знание, это вера, которая подобна всем гуманитарным наукам, каким угодно. она не изменяет жизни человеческой. Когда мы говорим православию вера, то мы говорим о чём? О самой жизни, движении, пожар! Надо бежать! Если бы вы знали, что на самом деле поверили в пожар! Я потом студентам сказал об этом! Что, не поверили? То-то же! То-то же! Но зато вы теперь знаете, что такое вера! Так вот, эта вера, основанием которой является действительно Евангелие, прежде всего, конечно! Ветхий Завет – это только некая тень, как пишет апостол Павел. Вы слышите? Некая тень! А истинное откровение вещей, сама реальность – это Новый Завет. Ибо во Христе произошло всё исполнение всего того, о чём только предзнаменовали, о чём говорили, что предрекали, о чём пророчествовали – это древние пророки и учителя. Только тень, а здесь сами вещи. Так вот, поскольку эта вера оказалась на Западе чисто рассудочной, то и произошло, что начали само богословие развивать на десятки и сотни ветвей. А душа осталась без искры Божьей, а веру, то и жизнь, то и жизнь потеряли. Вы знаете, что до какой степени даже дошло это влияние даже на нашу школу? В 1913 году скончался один из очень известных оптинских старцев в Рассенофии. Он пережил революцию 1905 года. Что это за революция? Сейчас некогда говорить. Но что это такое было? Это что ей предшествовало, что её вызвало, что происходило с нашим народом? Это тема чрезвычайно важная, но сейчас не до этого. Скажу только об одном. Этот этот в Рассенофии Оптинский писал – революция произошла из семинарии. Даже и произносить-то страшно. Как? Как? Убийство, насилие, кровь из семинарии? Это что-то совершенно не вяжется. Но это было закономерным следствием вот того понимания богословия, того понимания веры, о котором мы говорим. Вот это западный рационализм бездушный души не остаётся уже. И, наверное, теперь уже многие подразумевают, к чему я веду речь свою. Мы же изучаем богословие, правда же? Да, и догматическое, и нравственное, и канонику, и историю церкви, и литургику. Чего не изучаем? Интересно, веры от этого прибавляются или нет? Вот вопрос самый главный. Как-то я однажды одного господина беса спрашивал. Странное дело, я говорю. Откуда ты ты всё знаешь наизусть знает, представляете? Всю Библию наизусть. Говорю, 315-я страница, 17-я страница сверху. Тра-та-та-та-та-та-та. Ох, ты, говорю, паршивец такой. А 711-я, 12 строка снизу. Тра-та-та-та, точно. Всё знает наизусть. А прок такой? А воз и ныне там. Кем он был, тем и остался. А в этой опасности изучения богословия, когда всё внимание, весь наш ум, все силы, вы слышите, какие огромные силы приходится отдавать на изучение. Все, кто учится, все знают. Чего бы ни изучали, в том числе и богословия. Сколько времени, сколько сил, сколько внимания, сколько жизни! Жизни! И никто не знает, где у него последняя точка-то. Идёт вот эта вот ниточка. Сколько жизни отдаёт человек! А может, у него уже не осталось ничего? Поэтому и хочется говорить о чём? Что ж такое христианство действительно? Это, конечно, не богословие. Богословие – это только некий, я бы сказал, такой момент, момент, который нужен в разной степени разным людям. Конечно, для тех, кто будет священником, будет учителем, конечно, кое-что надо знать. Кое-что нужно знать, но совсем не тот объём, конечно, который проходится у нас, в семинарии, в Академии, конечно, не тот объём. Ну, что вы! Я думаю, ни один, даже блестяще закончивший семинарий Академии человек никогда потом не сможет сдать экзамен, каким образом? Ответить на все вопросы, которые изучали. Дай Бог, если он ответит на четверть или на пятую часть или на десятую. Всё остальное уходит, уходит в сферы подсознания. Да, больше надо знать, но что надо знать? Вот это действительно вопрос. Что нужно знать? Нужно знать, я вам скажу, для, конечно, для педагогов и священников, как я сказал, немножко больше, чтобы можно отвечать на возникшие вопросы. Для большинства же людей, подавляющее большинство верующих, совсем немного. Совсем немного. И это немногое, может быть, заключается в следующем. Вот давайте поговорим именно об этом, что нужно знать то немногое, чтобы не запутаться, не утонуть, и чтобы потом нам не оказаться в рядах того движения, которое было перед революцией 1917 года, когда в первых рядах революционеров можно было видеть многих семинаристов, убеждённых, а не каких-нибудь. Что же такое христианство? Конечно, когда мы употребляем этот термин христианство, то, само собой, разумеется, уже первое слово – Христос. Да ну что? Что Он сделал? Кто Он и что Он сделал? Ведь сейчас суть христианства именно в этом. Что Он сделал? Все мы слышим непрерывно, Он Спаситель. Так, от чего? От греха. Так Он спас от греха? Да, да, так я безгрешен? Нет. Так, простите, объясните. Так Он уже спас или не спас? Что Он сделал? Что значит взял на себя грехи мира? В других текстах прямо отчётки, как Иоанн Богослов пишет в Евангелии, Он взял на себя грех мира. Даже не грехи, а грех мира. Вот это вот, ну, хоть немножко, но это надо как-то такое выяснить себе, что, о чём же идёт речь-то всё-таки. Потому что очень много литературы написано на эту тему огромное количество. И я помню, да, участие в Академии, это было совсем недавно, в прошлом тысячелетии, так мы спрашивали, и я помню, и вставили в тупик нашего профессора богословия многими вопросами. Потому что действительно это вопрос серьёзный. Взял грехи или не взял? Пострадал за грех мира? Что значит и зачем? Кстати, протестанты из-за этого сделали великолепнейший вывод, просто великолепный. Они говорят, да, Христос всё сделал, всё пострадал, ничего больше не нужно, только верить, что он это сделал. Всё. Поэтому, поэтому, послушайте дальше, это пригодится в разговорах с многими протестантами, это может помочь. Поэтому, как писал Лютер, Лютер писал, основатель, поэтом, каждому верующему прощаются грехи прошлые, настоящие и будущие. Ура! Наконец-то! Даже язычники переживали, что будет, когда я согрешу. Нужно было приносить жертвы какие-то, умолять богов, чтобы они там простили. А тут ура! Ничего не надо! Я поверил, что Христос был, пришёл, пострадал, взял в себя грехи и вывод. И потому все мы святы святостью Христовой. Слышите, какой можно даже сделать вывод? Кажется, вот для человека, который не знаком, кажется, это же абсурд какой-то! Какой-то смех один! Вот если бы вы знали, сколько приходилось участвовать в так называемых собеседованиях с различными представителями разных протестантских церквей, они намертво стоят на том, что Христос всё сделал и нам ничего больше не надо делать. Но самое большее – вести такой нормальный человеческий образ жизни. Но об этом говорит не только христианство, об этом говорит любая религия, если хотите, даже и никакой религии. И атеисты скажут, конечно, надо вести нормально, конечно, надо быть честным, порядочным. Кто же против этого? Но при чём тут Бог? А православные интересы как думают? Что же сделал Христос? Почему мы так почитаем крест? И за что произошло? Вы знаете, вот этот вопрос, он, конечно, требует немножечко предварительного объяснения, объяснения, касающегося грехопадения человека, что произошло с человеком, с первым человеком, почему мы оказываемся вот в этой ситуации. Приходится иногда рисовать такой образ, чтобы понять, чтобы понять, что произошло. Представьте, Красное море. Всё, кто не был, сейчас могут посмотреть по интернету всё на свете. Как там тепло, как красиво, как там хорошо. Под водой такие красивые рыбки плавают. Ой, невозможно! Ну, замечательно просто так. Водолаза спустили, к нему тянется шланг, который подаёт ему кислород, что он мог там спокойно плавать. Проходит какое-то время, ему сигнал на корабль. Не пойду. Ты что, с ума сошёл? На корабль! Нет! Выхватывает нож, пересекает этот шланг, за который его стали тянуть туда. Ну, понимаете, что произошло, да? Вытащили беднягу, откачали, но, говорят, что-то с ним произошло. Не тот стал он. Что-то с психикой произошло, какие-то необратимые процессы. Это образ того, что произошло с первыми людьми. Помните это искушение, которое дано в Библии в образе змия, искусившего Еву. Что было? Человек был поставлен владыкой над всем сотворённым миром. И вот и пришло искушение. Какое? Да я же Бог в этом мире! Я Бог! В Библии это сказано очень кратко. Змей говорит Еве, «И вкусите этого плода и будете как боги». То есть, вы – боги, то есть, ты и Адам. Будете как боги! Слышите? Вот оно, какая дьявольская мысль-то пришла! И не удержались первые люди! И захватила их эта горделивая мысль, что они уже боги! Что произошло? Если мы, я – Бог! то мне уже никакого бога не нужно! Обрываем этот шланг, провод, по которому подавался воздух жизни. Бог ведь – источник жизни! Человек – только творение! Бог! И мы живём, и движемся, и существуем! Вне Бога невозможно же бытие! и вдруг первые люди, возмнив себя богами, разорвали эту связь! Вот что произошло в результате. В результате что с человеком случилось? Святые отцы по этому поводу очень много пишут, очень хорошо объясняют и говорят, человек из бессмертного стал смертным, из неуязвимого, которого нельзя было, которым причинить какую-то болезнь или страдание, стал страстным, то есть страдательным. Из неизменного состояния, красоты и совершенства он стал тленным. Вот он, необратимый процесс, который произошёл с человеком, и, естественно, от этого уже состояния болезненного и пошёл род человеческий. Сразу отвечу на вопрос, зачем это? Причина очень была простая. Мы все точно так же поступили бы. Посмотрите, что происходит подчас с человеком. Был нормальный человек, его повысили на одну ступеньку. Говорят, да что это, Стёпка-то? Был человек, а стал скотина. Жив, получал такую зарплату, и ничего. Вдруг привалило у него лимонов полно и не узнать его. Вы посмотрите, да чем мы слабенькие. А если вдруг поставь нас царём мира, что будет? Кошмар! Вот почему! Почему всё это по промысу Божию, по предвидению Божию, это совершилось, это грехопадение. Человек, не увидевший себя, кто он есть без Бога, обязательно возьмнит себя Богом и погибнет. вот почему произошло и грехопадение первых людей, вот почему, и мы находимся в этом состоянии. Вот отсюда открывается и то, что необходимо нам для возвращения в то совершенное состояние, которое называется спасением, которое называется Царством Божиим, которое называется Раем. Много всяких слов, но суть их вся одна и та же. Из вот этого состояния, в котором мы находимся, а в каком мы находимся, сейчас здоров, через минуту оказывается, сейчас кажется, всё благополучно, через минуту несчастный. Знаете, ничего не знаем, как в утренней молитве и читается, мы живём, как ночью, ничего не знаем, что будет, только гадаем, предполагаем, рассуждаем и больше ничего. Вот, оказывается, что произошло. Поэтому мы находимся в каком состоянии? Глубоко болезненном. Действительно, глубоко болезненном. Каждый, кто наблюдает за собой, скажет, сколько раз, тысячу раз скажет, какой я дурак. Ну, разве можно было так делать? Ну, надо было не так делать. Ну, конечно, не так, но только уже поздно. Это только о разуме, а если уже поговорить о наших чувствах, то лучше и не касаться этого. Ой, Боже мой, тут перечислять даже не хочется. Какое тщеславие! Какая неприязнь к людям! Какая зависть! Какая гордыня! Какая неприязнь! Чего только нет! Я очень хороший человек, но не троньте меня! Вот в каком мы состоянии находимся! Вот в каком! Зачем? Почему? Вы знаете, в том грехопадении, которое произошло в раю, человек не потерял свободы. Правда! Конечно, у него помрачилось, но понимание добра и зла у него сохранилось. Неважно, на каком уровне. Но он знал, это добро, это зло. И свобода у него осталась. И он свободен, опять-таки, избирать добро или зло. Но вот мы видим, факт очевидный. Какой факт? Действительно, мы все, не знаю, минуту-то можем, так сказать, по-божьей провести, или нет? Непрерывно не то! Вот в каком состоянии мы находимся! Может быть, кто-то скажет, а вот если я захочу, и я буду всё нормальным человеком, попробуйте! Попробуйте! И увидим! Самая элементарная вещь! Я больше никого не осуждаю! Вдруг мне звонок, что вот такой-то, сикой-то, вот такой натворил! Я говорю, ах, негодяй! Я говорю, ах, я же сказал, никого осуждать не буду! Это самый элементарный пример, да! Видите, насколько искажено, насколько мы больны душевно! Вместо любви – неприязнь! Вот, оказывается, в каком состоянии мы находимся! Поэтому возвратиться, оказывается, сами, вот сами исправиться и стать вот такими вот святыми не можем! Это каждый может попробовать! Но это-то не может одно, а другое! А смерть! Нет бессмертных! А старение! А тление! Я специально это говорю, чтобы объяснить, что же сделал Христос! во что мы, православные, верим, что он сделал! Мы все чтим крест Христов! Говорим, что крестом мы спасены! А что же произошло? Крест, кстати, явился только апогеем, то есть вершиной того, что совершил Христос! На самом деле, помните, только он пошёл в пустыню, помните, сорок дней постился, уже начались искушения! Уже! И дальше продолжались всю его земную жизнь! По Евангелию и по учению всех святых отцов Бог, Слово, то есть Логос, то есть Сын Божий, воплотился, что значит? Не превратился в человека, как об этом говорят все языческие боги, а соединил с собой, с собой соединил вот нашу человеческую природу! Какую? Смертную, тленную и уязвимую, то есть болезненную! Посмотрите, как он страдал на кресте жестоко! Соединился с этим! С какой целью? С тем, чтобы исцелить человеческую природу и дать возможность человеку восстать в том прекрасном, совершенном виде, которому он и предназначен с самого начала творения! И вот здесь мы сталкиваемся, знаете, с просто интереснейшим и глубочайшим фактом! Ничего, что я вам такие догматические вещи говорю, ну, правда же, немножко иногда, надо чуть-чуть, правда же, ну, прозвысит! Я потом что-нибудь полегче расскажу вам! Я же и начал с самого лёгкого! Да! Что же произошло? Что он сделал? Все, вы знаете, один за другим святые отцы, которые исследовали тщательно этот вопрос на основании Евангелия, на основании Евангелия, так, все приходят к какому поразительному выводу, что он, Христос, в своих страданиях исцелил ту повреждённую природу, с которой он соединился в воплощении. Они пишут так – в себе самом. Не нас исцелил, не с нас снял уже всё, всё то время, которое было, нет-нет! А ту человеческую природу, с которой он соединился, её он исцелил, восстановил и воскресил! Обратите внимание, как изменился образ его, если хотите, поведения после воскресения, по сравнению с тем, что было до этого. Для него не существует расстояний. Он появляется и исчезает. Приходит сквозь закрытые двери. Он может есть, может не есть. Как пишет Иоанн Сатауст, он ел не для того, чтобы ему нужно было есть, а чтобы убедились ученики, что он действительно воскрес в настоящем теле, что это не мираж, не фантазия. Христово воскресение показало, прежде всего нам, нормального человека. Вот он какой! Уже отныне бессмертный, нетленный, бесстрастный. Но где это всё произошло? В нём, в самом! возникает вопрос, а нам что от этого? Если он исцелил ту природу, с которой он соединился, а нам что же? Нам что же? О! Самый, может быть, важный вопрос. Что нам? Вот мы рождаемся все, нас никто не спрашивает, ни папа, ни мама. Нет бы сначала спросили, хочешь ты, Лёшенька, родиться или нет? Я им говорю, они говорят, а тебя не было, как мы тебя спросим? Нас никто не спрашивает. И рождаемся мы какими? Ну, отправаться Адама. Как началось, так и рождаемся все такими же. Точно так же, как все твари земные. Ни свободы, ни воли, ничего. А здесь мы подходим к чрезвычайно важному факту. Оказывается, недаром Христос соединился не с человеком и Иисусом с каким-то. Вот, с одним из людей, с каким-то Иисусом соединился. Нет! Он соединился с человечностью. То есть, если хотите, вот с первочеловеком, не с тем Адамом, а как бы вот с человечностью, в котором всё, полностью есть ум, сердце, воля, чувства, всё. Но это был не конкретный индивидуум, с которым соединился Христос, Бог, Слово. Нет! А это был человек! Почему об этом приходится говорить? Вот почему! Апостол Павел называет Иисуса Христа новым Адамом. Это, я вам скажу, это настолько, настолько сильный термин, который даёт нам понять всю суть возникшей проблемы. Новый Адам, второй Адам! Оказывается, что же? Христос стал вторым Адамом! А мы разве происходим не от Адама? От Адама! Какого? Первого! Какими? Смертными! А оказывается, отныне можно родиться, но уже не пассивно, как мы рождаемся, а сознательно, свободно избирая добро, а не зло, свободно избирая истину, а не ложь, свободно избирая Бога, а не дьявола, оказывается, можем родиться, это духовное рождение, от Христа! Как? Цитирую вам одного из отцов. Если ты уверуешь, тогда Бог Слова входит в крещеного, как в утроба преснодевы и пребывает в нём как семя. Оказывается, в крещении принимаемым человеком с верой, с верой человек получает сознательно, ещё раз говорю, не автоматом, как это мы привыкли, крещеный, нет, да ты что, с ума сошёл? Креститься надо! А что это такое? Так идём, тебе всё скажут! Во что превращают? Сознательно человек, который действительно нашёл истину, тогда в таинстве крещения человек получает вот это духовное семя новой человечности, вот этого второго Адама. семечко только не превращает крещённого человека сразу в совершенного, нет! Получает только семя! Мы знаем, чем отличается яблоня от семечки яблони. Вы знаете, много отцов, это вообще, я вам скажу, это замечательно просто, так как много отцов об этом пишут, что в крещении человек получает семя, семя Христа, семя новой человечности, где? Внутрь! И от него уже зависит от этого человека, даст он жизнь этому семени или нет? Будет ли он слезами покаяния омывать свои грехи или нет? Удобрит ли он почет своей души добрыми делами, исповеданием и деланием заповедей или нет? То есть, жизнью правильной. От него это уже зависит полностью от его сознания, его воли, его желания. в крещении человек получает плод вот того, что совершил Христос на кресте. То есть, получает плод семя той новой человечности, которой мы все должны стать, все должны стать. Можно подумать, что, ну, это как-то звучит ну, несколько формально. О, если бы не было истории церкви, и если бы мы не видели, что происходило с многими из тех, кто принимал крещение и начинал действительно вести христианскую жизнь, на примере великих святых мы видим, чего они достигали. Это потрясающих просто явлений. Они становились такими, что от Сесой Великий умирает, его лицо было, как солнце, невозможно было смотреть. Серафим Саровский Мотовилову показывает, Мотовилов пишет, не этой зимой, всю, вдруг его лицо сияло, сверкало так, что невозможно было глядеть на человека. Мария Египетская спокойно переходит Иордан по воде. Многие из них, не только, они творят чудеса, они воскрешают мёртвых, они буквально преображают тех людей, которые к ним обращались, обращались за помощью. Вот, оказывается, каким образом, что сделал Господь. Я не объясняю там многих тонкостей, не хочу, чтобы вы не запутаете. Я стараюсь как можно проще говорить об этом. Вот, что произошло. Жертва Христова есть ничто иное, как жертва исцеления, исцеления вот этой вот изуродованной, изуродованной человечности в себе самом он исцелил и даёт отныне каждому приходящему ко Христу семя этой новой человечности. Семечка и только! Кстати, вот не могу удержаться, чтобы не сказать, католическое учение совершенно извратило этот великий догмат, самый главный. Оказывается, знаете, что по католичеству? Оказывается, Христос взял на себя вину за грех Адама. Адам так оскорбил Бога, что невозможно. И вот, чтобы снять виновность с потомков Адама, кстати, учтите, какая дикая вещь! Адам согрешил, а мы все виновны. Как? Мой прапрадедушку украл какого-то цыплёнка, а я виновен, да? Это откуда же вы такое взяли? Это что за мораль? По католическому учению, оказывается, суть жертвы Христовой состоит в том, что, оказывается, он снял вину с нас. А православие говорит, что он исцелил. Вы представьте себе, я прыгнул с пятого этажа, переломал все руки и ноги, и врач мне говорит теперь, ну, я вас не обвиняю, вот, уйдите спокойно. Куда идти? У меня руки не ходят! Мне же исцелить надо, врач! Нет, вы не виновны, будьте спокойны! Это что такое? Какая виновность? Христос – Спаситель, Исцелитель, Христос – врач! Вот, оказывается, что! Значит, вот отсюда теперь становится понятным, мне очень хотелось подвести это, отсюда становится понятным, почему требуется духовное, правильная духовная жизнь для христианина. Почему она требуется? Вот почему! Когда пирамиды египетские открыли, нашли там, знаете, пшеницу, три тысячи лет пролежало, прок какой? Никакого! Никакого плода не пронесло! Три тысячи лет лежало! А посейте пшеницу в хорошую почву, посмотрите, какой урожай! Так вот и здесь тоже мы, получая в крещении, которое принимается с верою и благовением, принимая, мы тоже можем, можем постепенно преображаться. И я вам скажу, опыт личной жизни каждого искреннего христианина, который попытается жить по заповедям, в покаянии, показывает, какие изменения происходят в его сознании, в его нравственной жизни, в его духовной жизни. Всё это происходит. В чём же суть духовной жизни? А что нужно для этого? – вот это очень важно! Что действительно, что является самым главным в духовной жизни? Часто сводит нашу духовную жизнь к чисто внешнему исполнению известных нам церковных предписаний. Говорит, он воцерковлённый человек, то есть он крестился, ходит в храм, исповедуется, причаётся, ставит свечки, подаёт поминания, сфолидают посты. Хорошо? Хорошо! Это всё? Избави Бог! Избави Бог! Самые злейшие фанатики, самые ужасные лжеправедники, самая тягчайшая бесовская прелесть, кого постигала, которые исполняли всё внешнее и забывали о главном, что человек спасается не вот этим внешним ритуалом, совсем нет, а спасается борьбой с теми гадостями, которые возникают в нашей душе. То есть, жизнью по заповедям, а не просто исполнением вот этих церковных предписаний. все эти предписания могут быть эффективными только в том случае, когда они помогают человеку самому главному. Чему же? А вот что самое главное! Действительно! Вы знаете, как ни удивительно, но, оказывается, самое трудное – это убедиться, что я грешный человек. Ну, я знаю, что у меня кое-что есть, ну, это кое-что, а сам я хороший. А сам я хороший. И не вздумайте меня тронуть! То есть, если вы тронете, вы тогда узнаете, какой я хороший, конечно, тот же. оказывается, самое трудное – это действительно увидеть, что я действительно, оказывается, грешный человек. Тот, кто не увидел себя грешным и тот, кто не убедился, что он, несмотря на все усилия, а они совершенно необходимы, никак не может, никак не может избежать этой греховности, тот никогда христианином не станет по очень простой причине. Да-да, он всё верует, всё знает и верует. Да-да, верует. По какой причине? Христос не случайно называется спасителем. А если я вижу себя хорошим, разве мне спаситель нужен? Ну, скажите! Если я вижу себя здоровым, разве мне врач нужен какой-то? Да мне не нужен никакого врача! Чего вы ко мне пристали? Сами больны? Ну, идите и лечитесь! Вот, оказывается, в чём стержень, самая основа вот этого духовной жизни в человеке. В чём заключается? Действительно увидеть, что мне нужен Христос Спаситель. От чего? Не от бед жизненных, а от того, что я не могу не осуждать, не могу не злиться, не могу не завидовать, не могу не ненавидеть! Это вообще ужасные вещи, которые многие меня действительно просто не дают мне покоя! Терпеть не могу от того человека! Ничего не могу сделать! Не сплю, страдаю! Другим рассказываю! И опять страдаю! Вот человек, который увидит, что такое страсти, что страсти слова – это страдание, до тех пор, пока человек не увидит этого и не поймёт, что он сам никак не может, он не может обратиться к Христу и стать христианином! Христос нужен только тому, кто увидит, что он действительно страдает и ничего сделать не может! Как Спаситель кому нужен? Погибающему! Тону! – кричит человек! В руки разбойников – кричит человек! «Помогите!» Вот, кому нужен Христос! Вот, кто становится христианином! А вовсе не потому! Крещеный? Ну, да, крещеный! Блес Паскаль, всем вам известный, он описал в древнем-то мире, в начале, в церкви, первые века, чтобы стать христианином, надо было доказать это своей жизнью, чтобы все говорили, да, вот это действительно человек порядочный, да, это действительно христианин! Тогда его допускали только к крещению, и он становился христианином! А теперь, говорит Блес Паскаль, а теперь вошёл в церковь и даже не заметил, каким был, таким и остался! Меня крестили, а что вы ещё хотите? И я хожу по воскресеньям, ну, может быть, пореже, хожу в храм и ставлю свечку, даю записку, дам записку, пусть батюшки молятся, я пока на рынок скажу, пока время есть, пока записки читают, прямо красота, да и только! Вот, оказывается, оказывается, духовная жизнь человека, она имеет своим стержнем, своим самым центральным моментом, это всё-таки постараться увидеть, увидеть себя, кто я есть на самом деле. Симеон Новый Богослов, преподобный писал, тщательное исполнение заповедей Христова открывает человеку его немощи, то есть его греховность. я только тогда начинаю видеть себя, кто я есть на самом деле, когда приму решение, решение приму жить по-христиански, не просто по-церковному, не просто по-церковному. По-церковному что значит? Я сказал уже креститься, подходить на исповедь, причастился, поставил свечку и так далее. Это не так трудно всё-таки сделать. А вот не осуждать, не завидовать, не злобиться, не обманывать, не лгать, не притворяться – вот где начинается христианская жизнь, а не свечку поставить, не дай Бог, через левое плечо, тогда вообще кошмар катастрофы. Вот оно, где начинается христианство, вот оно, духовная жизнь. Жить – это называется жить по Христу, то есть быть подобными Ему. Жить по любви к человеку. Какому? К каждому. По любви – это не значит, вы не подумайте, по любви, то есть влюблённости в каждого, ничего подобного, а относиться к каждому справедливо, честно, порядочно, по правде. вот что значит. Речь идёт здесь не о чувстве, а о правильности отношения. Чувство – это совсем уже другая ступень любви. Вот, оказывается, только тот человек, который принял решение, ещё раз говорю, я не знаю, из миллионов православных, и говорят их, миллионов десяти пятьдесят, может быть, триста, не знаю, интересно, сколько человек найдётся, которые приняли решение жить по-христиански, то есть жить по заповням Христовым. Ой, как мало! Вдовлетворяемся одной внешней церковностью. И только! И больше ничего! Вот в чём, если хотите, суть. Поэтому Исаак Сирин, например, в отношении вот такой внешней, кажется, порядочной жизни, но без исполнения заповедей, писал так. Воздаяние, то есть, если хотите, спасение, воздаяние, писал он, бывает, по сути, что дальше он говорит только, воздаяние, бывает, не добродетели и не труду ради неё. Как это вам нравится? Это святой? Не добродетели и не труду, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все добродетели и все труды. Невольно, когда читаешь эти слова Исаака Сирина, вспоминаешь это католическое учение о заслугах. Оказывается, христианин должен приобрести заслуги! Какие заслуги? Представьте себе, я чувствую, у меня есть заслуги! Да, смирения много у меня будет! Исаак Сирин, святой 7 века, прям провидел это! И уничтожающий критикой говорил, воздаяние бывает не добродетели самой по себе и не труду ради неё, а рождающемуся от них смирению. И не будет, если смирения, напрасны все труды и все добродетели. Как это много значит, я вам скажу, мы иногда хотим откупиться от Бога. Чем? Добрыми делами. Ну, кто чем может, в зависимости от своего состояния. И думаем, добрые дела нужны? Да! Ради чего? Исполнении заповеди. Но вовсе не в качестве откупного материала. Я дал нищему рубь, Господи! Лимончик мне подавай-ка, жду! Давай-ка! Я рубь подал нищему! Слышите? Ни о каких заслугах речь даже не может быть! Это прям сатанинская идея! Что вы? Тот, кто не увидит, что он фактически не может шагу шагнуть, без того, чтобы не осудить, не слукавить, не притвориться, не обмануть, и чего только не сделать, тот, кто не увидит этого, он не христианин, его не от чего спасать! Это что за язычество такое? Это языческим богам только можно было приносить жертвы, и тогда ты ему гождал! Христос – Спаситель от скверн души! Вот, оказывается, блаженно чистые сердцем, ибо они Бога озвят! Сердцем, а не ногами и руками! Так вот, это вот кратенько мне хотелось сказать сегодня о том, кто же такой Христос, что он сделал? Вот в чём суть его жертвы! Он исцелил, исцелил в себе самом нашу человечность и дал нам возможность родиться от него, родиться сознательно, а не так, как мы рождаем в себе сознательно! Родиться от него и быть его чадами, чадами! Какими? Такими, каков он! А он сказал, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем! Вот наше понимание самой сути христианства! Ну, хорошо, спасибо! А то, я боюсь, не оставлю вам время на вопросы! Пожалуйста, если что-то непонятно, но я надеюсь, что всё понятно, и вопросом не должно быть! Если они будут, я буду очень огорчён, конечно, да! Если они будут! Алексей Ильич, что важнее, бороться со страстями в себе или воспитывать в себе добродетели? Какие, на ваш взгляд, начальные добродетели? И какая добродетель, от какой рождается? Ну, вы знаете, бороться со страстями или творить добродетели, знаете, как всё равно, что важнее, какая сторона, правый глаз или левый, или какая сторона вот одного и того же! Только борясь со страстями, я и воспитываю в себе добродетели! И наоборот, понуждаю себя к добродетели, а тем самым противостою страстям! Это же само собой разумеется! Поэтому никакого противопоставления здесь не может быть! А какое самое главное из добродетелей? Ну, если я вам скажу, какая самое главное, это, пожалуй, будет неверно! Знаете, вот почему! Если мы откроем книги святых отцов, то мы найдём самые разные варианты, когда они говорят, что является самым главным, потому что они говорили применительно конкретным людям! Конкретным людям! Для некоторых они говорили, самое главное – это милосердие! Под милосердием, разумея, не то, что обязательно надо, вот то, что давать можно! Нет! Не осуждай, а помолись за человека, который делает нехорошо! Вот что такое милосердие! А не в том смысле, чтобы дать какую-то копейку! Другие говорили, самое главное – это покаяние! Где нет покаяния, там нет вообще христианства! Верно! Всё верно! Третьи говорили, если самое главное – это, конечно, молитва! Если молитвы нет, то вообще и религии даже нет, а не только христианство! Когда к Антонию Великому пришли три подвижника и начали рассуждать между собой, какая добродетельная главная, так вот один сказал – молитва! Другой сказал – пост! Третий сказал – покаяние! А Антоний молчит! Антоний, а ты что молчишь? Говорит, это всё, конечно, это всё правильно! Но если не будет смирения, то и постящийся может вознестись, и молящийся может почувствовать себя уже прямо ангелом! Да! Что угодно это может быть, если нет смирения, то есть видения своей, видения, объективного видения, так? Если этого не будет, то ничего не будет! Всё подрывается! Вот видите как! Поэтому, может быть, в нашей обычной мирской жизни, может быть, самое главное – это постараться никого не осуждать! Тоже вспоминая! А я, чувак? А я кто? Вы знаете, я удивился! Оказывается, пьяницы друг друга не осуждают за пьянство! Вы когда-нибудь? Вы слыхали такое? Во! Достигли! Если бы только мы видели себя грешными, у нас бы тут же рот на замок бы закрылся осуждать кого-нибудь! Я кого осуждаю? Того, о котором я тем самым говорю, я бы такого не сделал! Слышите, чего я хорош? А он – негодяй, негодяйка! Такие, сякие, немазные! А вот я-то... Слышите? Осуждение – это призок гордыни, призок слепоты, полной слепоты, полной невидения себя, кто есть я на самом деле! Поэтому, вот самое главное, нужно помнить именно это, что пьяницы друг друга не осуждают за пьянство! Если это запомним, всё будет прекрасно! – Алексей Ильич, какие признаки святости в духовно-нравственном поведении человека? – В духовно-нравственном поведении отцы совершенно точно говорят, что чем человек... О! Я отвечу не от святых отцов, а от Паскаля! Вам понравился же Паскаль, правда же? Вот он, блеск, Паскаль говорит, есть только два рода людей по существу, одни из них. Это праведники, которые видят себя грешниками, и грешники, которые видят себя праведниками. Вот, пожалуйста, вам ответ! Правда же? Вот так как раз! Грешник всегда видит себя, я... Ну, я всё-таки ничего! Как в притче, помните о мытаре фарисеи, я не таков, как прочие человецы! Вот оно! Самое страшное, конечно! Вот так! Я думаю, что если с блеском Паскалем мы все знакомы, все гоняли с ним чаи в школе, так что, я думаю, запомнить его это выражение стоит. Два всего, две категории людей. Праведники, которые видят себя грешниками. Вы знаете, что в Макаре Велике утренняя молитва? Макаре Великий – это тот подвижник, которого называли земным богом. Утренняя молитва такая – Боже, очисти мя грешного! Яку, то есть, так... Яку Николиш никогда же сотворил благое пред тобою! Вот праведник! Вот праведник! А я кое-что добренько делаю! Вы не думайте! Это Макаре Великий, он ничего не делал! А я-то делаю! Конечно! Да! Как избавиться от греха помятозлобия и зложелательства? Ну... Вы знаете, мы иногда сразу говорим, как поднять 100 килограмм одной рукой? Ему говорят, голубчик, ты попробуй начни с 10 хоть килограмм-то! Спросите у спортсмена... Кстати, спортсмен по-гречески. Вы знаете, что такое аскетика? Аскетика в переводе с греческого языка, я бы сказал, ну, спорт! Аскет – спортсмен! Аскеты – спортсмены! Только спортсмены какие? Не тело, а души! Вот посмотрите, как спортсмены! Что, они сразу начинают поднимать что-то штангу 200 килограмм? Кто хочет? Ничего подобного! Так и здесь! Только постепенное наблюдение за собой, наблюдение за собой, начиная, знаете, с чего? Ой, это очень важно! С того, на что мы не обращаем никакого внимания абсолютно! Начиная с мыслей! Вот откуда всё рождается! С мыслей! Если я не борюсь с мыслями осуждения, неприязни, злобы, тщеславия, никогда я не смогу ничего победить в себя! Мысли! Вот! Вот откуда нужно начинать! С этого! С этого нужно начинать! И всячески избегать, избегать, так сказать... Знаете, как вот великим постом поётся блажен, и же имет и разбеет младенцы твоя камень! Младенцы! То есть тот, кто только что рождается! Вот мысль появилась! Осуждение! Нужно сразу не дать развиваться! Это легче сделать, чем когда уже схватит тебя, когда птичка коготком увязла, всё! Вся попалась! Борьба с мыслями! Это чрезвычайно, так сказать, важный момент! И второе, конечно, надо приучать себя, хоть немножко начать приучать себя к молитве! Вы подумаете, что я говорю об утренних вечерних молитвах, да? Нет-нет-нет, я не об этом говорю! Это само собой разумеется! Это положено! Вы знаете, что там положено? Вот так! Это положено! Я не об этом, поэтому говорю! Кто мешает нам хоть один раз в час, ну, хоть в два часа, ну, хоть в три часа один раз от всей души сказать, Господи, Иисусе Христе, помилуй меня! Чем чаще, тем лучше! Тот, кто остановился на этот путь, потом, не знаю, они были преисполнены благодарности. На моих глазах произошёл случай. Ну, может, вот вы знаете, Гумен Никон Воробьёв, к нему на моих глазах пришла одна женщина из деревни, и говорит, я пришла к вам, я не могу, у меня уныние страшные, нет, в общем-то, с кем поговорить, с кем пообщаться, я одна, что мне делать? И он ей говорит, ты знаешь что, постарайся, вот так постарайся, как можно чаще, и вот это сказал молитва Иисуса, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную! Как можно чаще, говорит, запомнила? Ну-ка, повтори! Она повторила! Ещё раз! Правильно! Так, запомни, как можно чаще говори! Вы знаете, вот так Бог вот устроил, что примерно через год я опять присутствовал, она пришла, упала в ноги и благодарила, батюшка, так мне теперь никого не надо! У меня такая радость на душе! У меня такое благо! У меня прям рай в душе! Она приняла! И я так подумал! Она – это почти неграмотный человек, деревенский, а мы тут стоим образованные и ничего не делаем! Поэтому второе, что необходимо – надо начать учиться молиться! не вычитывать, а учиться молиться! Главное в молитве – это что такое? Покаяние и внимание! Внимание! Без внимания молитвы нет! Нельзя молиться на воздух! Нельзя! Надо запомнить! Это не молитва, это сам обман! Улетело внимание – опять вернуть нужно! Улетело – опять нужно вернуть! и так непрерывно! Вы знаете, что? Вот любопытное дело! Я помню, золотая лихорадка, может быть, помните, фильмы такие там в Америке показывали, что делали люди, как все туда бежали, убивали друг друга с этим золотом и так далее! Здесь никуда не надо идти! Сокровище здесь, внутри меня! Потрудиться только немного нужно! И рай пресветлый будет душе твоей! Нет! Что угодно, только не молиться! А вот святые отцы единогласно заповедуют и дали эту молитву как великое средство! Вот это так называемое молитвы Иисусу! Как можно чаще, с полным вниманием, насколько возможно, с сердечным чувством даже обращаться как можно чаще! И тогда мы увидим, действительно, какое благо мы носим сами в себе! Вот, что нужно как минимум! Алексей Ильич, вопрос от пенсионерки. Настоятель храма не советует учиться на наших курсах в Центре дополнительного образования МДА, так как говорит, что это к Богу меня не приблизит. Лучше самой читать Евангелие с толкованием. Нужно ли учиться пенсионерам и вообще всем? Не учиться нужен только тому человеку, который уже всё знает. Но от этого да избавит нас Бог! А вот чему учиться? Это, конечно, вопрос очень серьёзный. Одно дело – школьные образования, я говорю даже о духовных школах, оно в определённой степени нужно, потому что начало хотя бы знаний Священного Писания, но это же необходимо! Немножко знать историю церкви, ну, конечно же! Но богослужение, надо же знать! Но не будем же мы это как негодные стоять, как стоять столбами, когда поётся тот, тебе поем, тебя благословим, тебя благодарим! Ну, срам-то какой! Знать хотя бы порядок службы, так что кое-что, конечно, надо! И поучиться в этом смысле, поучиться, конечно, нужно! Но всё это будет только хорошо только в том случае, если при этом, конечно, мы не будем забывать главного! Главное – научиться молиться! Потому что молитва – это и есть та связь, о которой говорит религия, связь человека с Богом! А знания сами по себе – это ничто! Более того, даже они могут ещё кичить человека, ну, кстати, правда вам скажу, что чем глупее человек, тем он больше хвастается и кичится! Поумнее, тот всё-таки прячет! Потому что прекрасно понимает, что все наши знания, любые какие угодно, это капля в океане воды! Но глупый, дурак, тот начинают изображать! Поэтому это надо просто помнить! Так что кое-что, конечно, нужно знать! Во всём нужна мера! Но нельзя же так! Это категорически! Или-или! Поэтому, если есть такая возможность поучиться, ну, что же, хорошо! Хорошо поучиться! Но не забывать, нужно молиться! – Хотелось бы узнать о трактовке понятия прелести в католической церкви! – Да, это вы очень хороший задали вопрос! Католицизм, он весь воспринимает религию вот этим внешним образом! Как писал Хомяков, Алексей Степанович Хомяков, он, у него замечательные, кстати, его письма о западных вероисповеданиях, если кто-то хочет, вот, увидеть суть, суть западного христианства, католичества, протестантизма, найдите, почитайте это Хомякову Алексея Степановича «Письма о западных исповеданиях». Это не так много, но очень интересно! Он там хорошо говорит «Дебит и кредит! Я, Господи, тебе, ты, Господи, мне!» Вот! Ну, как я уже это, уже говорил, да, я подал, помог этому человеку, ты, Господи, должен, должен что-то, соответственно, сделать мне! То есть, смотрит на это, как на заслуги! Но насчёт прелести в католицизме самое большее, что они могут сказать, это когда человек открыто начинает хвастаться, то есть, уже открыто, но которого мы назовём хвастуном и прочие вещи. Это, к сожалению, только это, потому что, на самом деле, их подвижники находятся в жестокой прелести. Вы знаете, это же... Вот, вы знаете, вот богословы, вот сейчас вот, если бы сели в богослов, то мы начали, нет, да вот то-то, что-то... Я во время этих дискуссий только говорю одно – кто лучше всех всё-таки понимает духовную жизнь? Святой человек или мы грешные, хотя бы мы были профессорами? Ну, конечно, святые! Так вы посмотрите, что пишут святые о католической духовной жизни! Посмотрите, что они пишут только? Паисий Величковский, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Оптинские старцы, Ян Кронштадтский! Это я вам только просто на вскидку говорю! Что вы? Игнатий Брянчанинов прямо писал, что они находятся в бесовской прелести! Если вам только зачитать, что это такое... Ох, я всегда беру с собой шпаргалки и всегда забываю! Обождите! О! Ах, нет-нет! Хотел сказать «О!» И запнулся! Обождите! Может, у меня есть? Да нет! О! О! Есть! Ура! Всё! Вот одна великая и святая – учитель церкви! Учитель церкви! Представляете? А не кто-нибудь! Тереза маленькая, которая скончалась 24 года, которая прославилась, знаете, чем? Любовью к младенцу Иисуса Христу! Нисколько не удивляй женщинам, только и подавай младенцу! Вот! Так вот, она писала о себе в своей книге. Вот её признание! Зачитайте вам! Хотите? Да! Ей было видение! То есть, не одно! Она уже начала видеть постоянно Христа! Христа! И вот она описывает одно из своих очередных видений. Она встретилась со Христом, и дальше, цитирую в кавычках, «Это было лапзание любви!» Я чувствовала себя любимой и говорила, Я люблю тебя и вверяю тебе себя навеки! Не было ни прошений, ни борьбы, ни жертв! Уже давно Иисус и маленькая, бедная Тереза уже она маленькая, вот всё перевернулось, и маленькая, бедная Тереза, взглянув друг на друга, поняли всё! Этот день принёс не обмен взглядами, а слияние, когда больше не было двух, и Тереза исчезла, словно капля воды, потерявшаяся в океанских глубинах! Поняли? Даже Джеймс Уильям в своём многобратии религиозного опыта писал! Это же откровенный роман! Только вместо мужчины здесь реального был вот тот, который представал перед ней в образах уже мысленных, в видениях и так далее. Вот что происходит! А была Тереза Великая, которую уже Христос откровенно сказал, явившись к ней однажды, ну, лже Христос, конечно, который ей заявил, «До этого я был твоим Богом, отныне я твой супруг». И Тереза падает в обмороке от экстаза! Если у кого-то есть книжка Осипова «Бог», то там есть одна иллюстрация, иллюстрация «Экстаз святой Терезы». Это, знаете, алтарная композиция, трёхметровая, даже больше высоты, где Тереза в обморочном таком состоянии, а её сердце пронзает золотой стрелой Купидом. Вот так! Вот прелесть! Это действительно уже прелесть! Настоящая! В романы превратить то, что именуется христианской любовью. Христианская любовь какая? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вот что завал Христос! А не влюблён в меня! Как вы относитесь к западному методу изучения священного писания, который называют методом библейской критики? Вы знаете, я однажды был, как-то однажды, правда, на библейском конгрессе, там собрались люди вот с такими лбами, вот такие лбы, не меньше, ну, чуть-чуть, если поменьше, которые знают древние языки, новые языки, ну, главное, что древние языки. И я помню, чем занимались мы. Один глубокий... Вот здесь написано «но», а здесь всё-таки есть все основания говорить «а». Второй слов – нет, я не согласен ни с тем, ни с другим. Я считаю, здесь нужно говорить «и». Четвёртый, вы знаете, сидишь, слушаешь, люди, наполненные знаниями, во что превратили священное писание? Не в книгу, по которой надо учиться жить, а, оказывается, разбирают буковки, где какая буква. Так что вот эта библейская критика, конечно, мне укажет на целый ряд моментов, укажет, что, оказывается, вот здесь даёт возможность лучшего понимания текста. Есть такое, совершенно согласен. Есть. Но если мы соотнесём количество вот тех полезных вещей, которые даёт, действительно, библейская критика, с тем ворохом, я не знаю чего, этой чепухи, то, скажем, Господи, может быть, лучше уж совсем не заниматься, чем этим заниматься. Отвлекается душа от изучения самого главного. Если мы хотим действительно знать Евангелие, знать Евангелие, то святитель Игнатий Вринчанинов сказал по этому поводу прям абсолютно конкретно, определённо. Не вздумай изучать Евангелие сам по себе. Евангелие понимается только через изучение святых отцов. Они открывают Евангелие, потому что они достигли той чистоты сердца, которая дала им возможность видеть Бога. Не вздумай! Он прям предупреждает изучать Священное Писание без святых отцов. Кстати, вы знаете, в наших деревнях ещё до революции, когда видели мужичка, у которого, как сейчас очень грубо говорят, крыша поехала, ну, правда, не грубо же, нехорошо, говорили, зачитался Библией! Как точно! Вы знаете, сколько я ворохов получаю от толкования апокалипсиса? Вот такие вот! Ну, хорошо, у меня есть печка, вы знаете ли, вот сюда, вот так. И толкуют, и толкуют, и толкуют! Боже мой, чем мы занимаемся, голубчик! Ты хоть бы научился не осуждать, не прознословить! Всё-всё только знаем, как понять этого, как понять того ангела, что это за труба, что это за шестёрки! И начинается! Боже мой, не живём! Как правильно сказал поэт? О жизни мудрствуют, а жизнью не живут! Ой, как точно! Так и есть! Поэтому библейская критика – это, конечно, ну, как вам сказать, так сказать, тут здесь есть эти два момента. Кое-какие есть действительно моменты, которые дают, проясняют кое-что. Кое-что действительно проясняют. Вот талант! Что такое талант? Все думают о способности. А библейская критика говорит – нет! Талант – это мера веса! Это мера веса! Это 26 килограмм серебра! Или 49 килограмм золота! Ну, видите? Ну, хотя бы такое простое! Правда же? Самое простое! Вот! О, это уже интересно! Отсюда проистекает уже и другое понимание тех вещей, которых мы читаем. Так что есть такие вещи, но в основном библейская критика вся-вся вот углубилась в эту мелочь, которая ничего не даёт ни уму, ни сердцу. Это моё мнение, но предупреждаю вас! 90% моих коллег со мной не согласятся! Так что можете быть спокойны и заниматься библейской критикой! Алексей Ильич, где граница между смирением и слабохарактерностью, послушанием и человекоугодием? Ну, дело в том, что тут о границах даже и говорить не приходится, потому что это просто совсем разные вещи! Это всё равно, что, знаете, как у нас говорят в огороде Бузина, а в Киеве дядька! Какой? Где тут граница между Бузиной в огороде и дядькой в Киеве? Смирение – это что такое? Это то чувство человека, чувство, переживание, которое возникает из видения своей греховности и невозможности самому исцелить свои страсти. Вот я удерживаюсь, чтобы не осуждать! Только хотел – на замок! Только хотел – держусь! Где-то прорвалась, где-то держусь! А страсть осуждения не могу искнать! Не забывайте! Одно дело – грех, как факт, а другое дело – страсть, как болезнь, которая прёт из меня! Вот так и здесь! Смирение – это то состояние, которое приходит человеку при опыте правильной духовной жизни, опыте чего? Борьбы! Борьбы со своими страстями! Вот ещё раз повторяю, Семён Новобогослова – тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, то есть открывает человеку, даёт человеку видение своей немощи! В чём немощи? В чём? В победе над страстями! А посмотрите, эти смиренные люди, какими они были! Никола Солос! Помните Псковский? Когда Иван Грозный, разгромив, залив кровью Новгород, пришёл то же самое сделать Псковом! А его встретил Никола Солос, юродивый, на палочке! – Зайди, зайди ко мне, Иванушка, зайди! А Иван Грозный слышал, что это такое есть! Зашёл! Комнатушка, стол, на столе чистая белая скатерть, на нём стоит блюдо с кровавым куском мяса! И Никола Солос говорит – покушай, Иванушка, покушай! Указывает ему – покушай! Тот мужич в таком – я православный христианин, я постом не ем мясо! Постом был пост! Дальше что? – Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьёшь? Вон отсюда прохожий человек! – Иначе и сдохнешь, как твоя лошадь! Вбегает конюша и говорит царю – пала его любимая лошадь! Иван Грозный ушёл, не тронув ни одного человека! Что, ему трудно было казнить, что ли? Кто мог сказать? – Смиренный Никола Солос! А митрополит Филипп посмел в храме обличить того же Ивана Грозного, зная, что будет с ним. Смерть! Обличил! Это кто? Святые люди! Какие? Смиренные! Смирение – это сила, а не слабость! Что вы? Только смиренные могли это сделать! А вовсе не те, которые гордые своей силой, которые лезут на рожон! Смирение – это видение своей греховности, неспособности исправиться действительно своими страстями, отсюда происсягает великодушие к другим людям, в частности, к согрешающим. Отсюда закрывается рот для осуждения. Вот что делает смирение! А уж насчёт, знаете, забитости или прочее, извините, смиренные как раз никогда не человекоугодничали! Слышите? Они не человекоугодничали! И часто попадались под гнев великих мира сего, потому что не льстили! Что вы? Смирение – это сила, а не слабость! Это нужно помнить, но приобретается это чем? Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи! То есть, открывает ему, кто он есть на самом деле! Ну, вот так примерно! Алексей Ильич! В светских вузах на филологических факультетах в курсе зарубежной литературы сейчас изучают библейские тексты студенты! Полезно ли это студентам и может ли это быть опасным? Ой, как всегда, это меч обоюдоострый! Дело в том, что одно дело теология, другое дело богословия! Это одно и то же слово! Только теология – это по западному произношению, а богословия – по русскому произношению! Теология, которая изучается в светских вузах, изучается как одна из гуманитарных дисциплин. Надо запомнить и ответить, что там есть. Никакой цели, цели изменения своей духовной жизни там нет! Там изучается просто! Изучается индуизм, изучается христианство, изучается буддизм, что угодно! Любая религия! Вот они как учат! Ну и как хотят! И учите! Задача же изучения Библии, точнее, Нового Завета, состоит в научении, как жить! Как жить! Вот в чём дело! Поэтому, когда мы говорим, что в светских вузах там что-то изучают, ну, может быть, для кого-то, может быть, это станет некоторым толчком, может быть, к изучению христианства как такового, может быть! Но может, может, конечно, это и большей части это превращается просто в светскую дисциплину! Да ещё смотря, кто преподает! А то вы знаете, как можно преподать, с какой иронией, с какими насмешками, с какими идеями всё это прочитать текст нетрудно, а как его интерпретировать от педагога это очень много зависит! Вот почему я всё время говорю, вот воскресная школа – хорошее, кажется, дело, правда же? хорошее, действительно! Но! Но! Всё зависит от того, кто преподает! Мне говорили, как учитель географии заставили преподавать. Говорят, я ничего не знаю, я никогда не читал, Библию не держал в руках! Ничего! У вас мало часов! Мало часов! Прочтёте! Представляете, чему человек научит? Вот в чём дело-то! Поэтому это дело очень серьёзное! Мне кажется, что воскресные школы лишь в той степени будут хороши и полезны, когда там будут преподаватели, не просто верующие! Не просто верующие! Слышите? Потому что можно верить, ничего не понимать и не знать! А всё-таки понимающие и знающие! Вы знаете, что одна из великих, так сказать, ну, что ли, истин, которая с большой силой утверждается всем святоотеческим наследием, гласит следующим образом – нет добродетели без рассуждения! Помните, у дедушки Крылова «Как вы не садитесь, а у музыканта не годитесь!» Вот эта опасность очень часто возникает в нашей практике, когда даже в нашей, кажется, хорошее начинание вдруг ставится на его люди малознающие и непонимающие. Вот так же и с теологией это связано. – Спасибо большое! Алексей Ильич, вы прочитали только одну четверть имеющихся вопросов. – Так, а что вы хотите? Чтобы я три четверти дома читал? – Приносим извинения тем, чьи вопросы мы не смогли прочитать, потому что время у нас уже идёт… – А почему меня просят извинения? – А вы просите у тех, кто подавал? – У тех, кто подал вопросы, но мы не успели их прочитать. Дорогой Алексей Ильич, мы благодарим вас за встречу и хотим поздравить вас с Новым годом и с Рождеством и с Христовым вручить вам книжечки. Спасибо большое, Алексей Ильич. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.